В современном мире все больше людей осознают, что для того, чтобы быть успешным, надо ввести в свою жизнь такой компонент, как спорт. А можно ли стать успешным в спорте, когда тебе, например, уже хорошо за 20, за 30 и вообще ты хочешь чего-то добиться, а возраст уже как бы поджимает. Сегодня у меня очень интересный гость, которым мы будем говорить об успехе в спорте, как этого добиться, с чего нужно начинать. И я вам его с удовольствием представляю. Это Олег Шевченко, президент ММА и клуба Николаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада вас приветствовать, я рада, что вы согласились прийти в мою студию. Такие непростые у нас сегодня вопросы. Ну и прежде всего о вашем клубе. Как давно существует? Наш клуб существует с 2010 года, то есть в этом году мы будем праздновать уже пятилетие нашего клуба. Очень много за это время произошло, приятных моментов и не очень. Путь был долгий и тернистый, но очень успешный. Я считаю, что для нашей молодой команды, если судить по результатам, я считаю, что наша команда – это одна из лучших команд Украины на сегодняшний день по смешанным единоборствам. Вообще, что такое ММА? ММА переводится как Mixed Martial Arts – это смешанные боевые искусства, это единоборства, которые совмещают в себе различные направления и стили, существующие в мире. То есть порядка более ста единоборств и различные элементы сочетают в себе ММА. Мы с вами достаточно близко познакомились на первой Николаевской ярмарке спорта. Я могла увидеть вашу команду в действии, и многие Николаевцы познакомятся. И совсем недавно, буквально вчера, по-моему, вы провели чемпионат, если я не ошибаюсь. Расскажите немножечко об этом. Совсем недавно мы провели первый кубок молодежи по смешанным единоборствам. Планировали мы его проводить на центральном городском стадионе, но, к сожалению, по погодным условиям мы не смогли этого сделать. Мы провели его в спорткомплексе «Надежда». Он получился очень ярким, очень зрелищным и очень результативным для нашей команды, которая заняла первое командное место в итоге. Ребята были звездами действительно на этом турнире. Это было тройне приятно, что Николаевская сборная показала себя во всей красе именно на домашнем турнире. Ну, я думаю, что и поддержка, и атмосфера дома тоже помогла. Поддержка была просто великолепной. Зрители очень сильно болели, несмотря на дождь. Пришло очень много людей, зал был практически заполнен. Ну, это непередаваемые эмоции, это нужно было видеть, нужно было быть. Я думаю, что дальше мы будем проводить такие же турниры для того, чтобы ребята видели, на кого равняться. Этот турнир проводился под эгидой всеукраинского социального проекта «Здоровая нация, сильная Украина». И это был наш посыл в общество, что пора меняться, пора заниматься более здоровыми видами отдыха и деятельности, чем то, что есть сейчас на данный момент. Ну, вы сами коснулись темы посылов. И мне всегда интересно, есть ли какая-то философия? У вашего клуба есть какая-то философия? Да, у нас есть философия, и она связана с философией боевых искусств. Потому что боевые искусства — это не просто набор техник для того, чтобы побить другого человека. Это очень древнее, очень эффективное искусство саморазвития. И человек, который пришел в боевое искусство, который пришел в смешанное единоборство, который пришел в итоге в наш клуб, он должен принять эту философию. Он должен принять кодекс бойца, который есть у нас в клубе, для того, чтобы быть частью нас. А бывает такое, что исключаете человека, потому что он не принимает это, ему не близко это? Вы знаете, разные люди к нам приходили, и те люди, которым с нами не по пути, они сами отходят. Они сами отпадают от нашего клуба, и либо что-то происходит, либо просто и не нравится у нас, что-то их отторгает. Поэтому необходимости исключать не было. Необходимость исключать, честно говоря, не было. Были там какие-то серьезные разговоры с ребятами, которые немножко отходили от пути. Но в основном все принимают кодекс бойца, все принимают философию нашего клуба. И одно из основных аспектов, на которых развивается наш клуб, это единство. То есть мы едины в достижении своих целей, мы едины в своей философии и едины на своем пути. На пути к успеху. Скажите, пожалуйста, с какого возраста вы принимаете участников и до какого возраста? Ну, совсем недавно у нас в основном были подростки, это молодежь и взрослые. Последний год мы уже работаем и с детьми. То есть практически с 6-7 лет уже родители приводят детей, и ребята, грамотные тренера уже работают с ними. Естественно, это не жесткие спарринги и так далее и тому подобное. То есть это введение в здоровую жизнь, это введение в физическую активность, например, физкультура с элементами боевых искусств. И это позволяет ребёнку, во-первых, общаться с ребятами, которые хотят того же, чего и они. Это развиваться физически и духовно. И в дальнейшем планировать как-то свою спортивную карьеру. Скажите, а вот тот вопрос, который я обозначила в начале программы. Всё-таки, если тебе уже за 20, уже как бы поздно начинать карьеру, но в спорт, в спортивную карьеру я имею в виду, в спорт прийти хочется. За 30, можно ли прийти? Ну, во-первых, смешанное единоборство – это такой вид единоборств, где, в принципе, себя может попробовать любой. Даже, ну, потому что в основном у нас, тем более в Николаеве, у нас многие занимались кто боксом, кто борьбой, кто кикбоксингом. Очень много у нас и бывших спортсменов. И, естественно, все себя хотят попробовать здесь. И наш клуб, мы проводим турнир «ММА Клаб Файтер». Это турнир для начинающих бойцов, это турнир для любителей, для молодежи, где себя могут попробовать любые ребята. И у нас на прошлом «Файтере», это у нас уже был седьмой «Файтер», у нас такой культовый турнир в клубе. То есть там выступали ребята по 34-35 лет, которые проводили первый свой бой. И они пришли просто получить эмоции, попробовать себя. Потому что зайти в ринг, зайти в клетку – это уже достижение, не каждый это сделает. А зайти туда и показать какой-то уровень – это уже говорит о духе человека, о духе бойца. Я себе представляю этот шквал эмоций, который во время этих «Файтеров», правильно я признаюсь? Да, «Файтеры», да. Ой, здорово. Надо будет как-нибудь обязательно зайти к вам на это мероприятие. Ну, представляю себе. Хорошо, если кто-то хочет начать, с чего лучше начинать? Просто с нуля или… С нуля? Если человек хочет начать с нуля, нужно, во-первых, начать с того, чтобы прийти на тренировку и записаться. То есть для себя сделать шаг. Всё, я решил, я хочу, я пришёл. Если ты уже переступил порог зала, если ты записался в секцию, то ты уже не должен делать шаг назад. То есть ты должен только делать шаги вперёд, потому что дальше будет тяжело, дальше будет трудно. Ты будешь преодолевать трудности, ты будешь преодолевать препятствия, но ты будешь на этом пути становиться сильнее. И ты придёшь к той точке, когда ты захочешь выйти в ринг, когда ты захочешь выйти в клетку. Хорошо. У нас сейчас идёт исключительно женский такой проект. Вы знаете, в интернете, когда очень многие женщины начали заниматься спортом, и задают мне вопрос. Я думаю, что он актуален и для мужчин отчасти, потому что ваша аудитория, это, прежде всего, подозревая мужская. Как заставить, как преодолеть свои комплексы и заставить себя прийти в зал? Есть ли у вас, может, какие-то техники, может быть, какие-то философские вопросы, ну, какие-то настроения, как вы настраиваете себя на то, чтобы вот этот сделать рывок, преодолеть себя? Ну, многие приходят и говорят, ну, вот, я не знаю, я вот думал прийти, но я как-то стеснялся или там думал, что меня будут бить по лицу, или думал, ну, что я такой уже взрослый, а там вся там молодёжь, там, и как бы, ну, как-то вот не с руки как-то прийти уже, когда я взрослый уже такой мужчина, а вот прийти там и с молодёжью там что-то прыгать, они ещё меня будут бить. Но в итоге ребята приходят к нам и понимают, что всё не так, как вы думаете, на самом деле, потому что мы строим себе иллюзии у себя в голове относительно многих вещей, там, относительно того, что могу ли я, а вдруг у меня не получится, а вдруг там баба мне будет говорить, нужно на это всё плюнуть один раз и создать себе мотивацию правильную, что я хочу. Вот самое главное, что я хочу, и я это сделаю, и у меня это получится. А остальные все вот эти вот, это всё не погода, это дождь, гроза, там, плохая погода, жарко, холодно, это всё препятствия, которые нужны для того, чтобы закалить характер. Чего хочет Олег Шевченко? Я очень многого хочу, я хочу, чтобы мой клуб развивался, я хочу, чтобы мы двигались вперёд всё так же дружной, сильной семьёй, потому что клуб для нас это семья, это не просто команда, это наша семья, где мы растём, где мы развиваемся, где мы движемся вперёд, достигаем побед, иногда проигрываем, то есть не без этого, но мы от этого становимся только ближе, дружнее, сильнее, и мы прославляем свой город, свой город Николаев, и это очень приятно, когда ты приезжаешь куда-нибудь там в Киев или во Львов, или ещё куда-то, и все смотрят на знак клуба, видят ММА-клаб Николаев, и они с уважением к этому относятся и считают, что да, ребята серьёзные приехали, это ребята слов на ветер не бросают, и они покажут себя в ринге. Ну, знаете, и нам приятно, если приезжаешь куда-то, и какой-то бренд, позитивный бренд города, это всегда здорово, но я хочу вернуться всё-таки к вопросам боя. Вы говорили перед началом эфира, что очень важно настроить себя на бой. Как вы себя настраиваете на бой? Как вы себя настраиваете на то, чтобы выйти вот в эту клетку? Ну, у каждого своя система настройки на бой. Я себя настраивал и настраиваю своих ребят прежде всего на позитив. Очень сложно это, конечно, соизмерить, там бой, там где тебя бьют, где ты бьёшь, бросаешь. Но нужно к этому всему относиться с позитивом. И если обратить внимание на действительно успешных спортсменов, на действительно успешных бойцов, то вы увидите улыбку на их лице, вы увидите блеск в их глазах, что бой их заряжает, бой их веселит. То есть это действительно для них радость выйти на ринг, выйти в клетку и показать то, что ты можешь. Потому что боец — это актёр. Это актёр на ринге, он показывает своё искусство, он заряжает зрителя эмоциями. И вот этот позитив я стараюсь своих ребят настроить на позитив, чтобы они выходили с улыбкой, чтобы они были лёгкими, воздушными, чтобы они хотели победы, чтобы они были радостными, чтобы они были сконцентрированы, потому что для тебя не должно существовать ничего, кроме соперника, кроме площадки и того, что ты делаешь, процесса, что ты делаешь. Да, ты должен заряжен быть на победу, ты должен хотеть победы, но иногда бойцы сгорают, потому что они хотят, хотят. Слишком хотят, и в итоге у них не получается, они перегорают. Не нужно так сильно хотеть. Победа придёт сама, победа придёт как награда. Здорово! У нас последние минуты. И вот такой рецепт успеха от Олега Шевченко. В паре слов. Успех для вас это? Успех для меня – это быть со своей командой, это быть вместе с ребятами, разделять с ними минуты радости, разные минуты разделять с ними. Но успех для меня – это движение вперёд. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Я думаю, что мы ещё увидимся в этой студии, и мы ещё будем давать советы тем, кто хочет сделать свою жизнь здоровее и спортивнее. Согласны? Да, согласен. До встречи. Я вдячна и вам, шановни телевизорщики, чтобы были разом и с нами. Будьте успешными. Зустрінемось. Субтитры создавал DimaTorzok